Итак, добрый день. Сегодня у нас с вами второе занятие по базовым урокам проектирования в программном комплексе Autodesk AutoCAD. Сегодня мы с вами будем настраивать рабочую среду нашей программы для дальнейшего уже начала моделирования. Познакомимся с чем мы с вами будем работать, как мы с вами будем проектировать, какими определенными элементами мы с вами будем это выполнять. И уже в дальнейшем будем выполнять моделирование, например, либо какой-то деталики, либо на примере какого-либо сооружения, потому что я напрямую завязан именно со строительством и буду как раз по нему и рассказывать. Как я уже говорил на прошлом занятии, на него будет ссылка. У нас с вами есть функция для начала работы с чертежами. Там я и говорил про самый основной стандартный шаблон, это ACAD-ISO, и в нем же я и буду работать. ACAD-ISO-DVT. Я просто нажимаю функцию работать с чертежами. Что мне необходимо сделать теперь? После базовой установки и базового запуска программного продукта вы находитесь в пространстве модели. В пространстве модели мы с вами будем как раз выполнять моделирование нашего объекта. Вануя из себя представляет бесконечный лист бумаги, на котором уже в дальнейшем появятся какие-либо объекты, узлы и прочие остальные сегменты. По умолчанию у вас фон, на котором вы работаете, будет являться серовато такого цвета, как вот у меня панель свойств представленный, как он настраивается у нас. Нам нужно нажать на заглавную буковку A, мне перейти в параметр. В параметрах перейти в функцию экран и здесь есть настройки выбора цвета. По умолчанию цвет фона, однородный фон задается самой программой. Вы можете задать его любой, хоть фиолетовый, хоть зеленый, на чем вам удобнее будет его моделировать. На самом деле для адекватного отображения толщин линии, адекватного отображения всяческих размеров, аннотаций, лучше всего работать на белом фоне. Да, он немного загружает глаза и на самом деле для простоты работы лучше всего, как показывает практика, делать светло-зеленый фон. От него меньше всего устают глаза, если вы долго моделируете программный кокс. Но также подойдет и серый фон. Я обычно использую белый, потому что на нем все хорошо видно и не стоит лишний раз как-то себя утруждать дополнительными настройками. Но вот так. Дальше. После того, как мы настроили цвет, мы с вами по умолчанию располагаемся во вкладке «Главное». И сейчас свойства. Выключу панель. Мне она не нужна сейчас на данный момент. Вот такая у вас рабочая зона. Чтобы нам начать моделирование, нам сначала необходимо познакомиться, что мы с вами будем делать, как мы это будем делать, какими элементами мы будем выполнять и, соответственно, что мы увидим в итоге на чертеже. Сначала познакомимся с тем, что я еще коротко не рассказывал. Мы с вами по умолчанию располагаемся в пространстве модели. У нас также есть функции «Лист» и функции «Лист 2». В ранних версиях был просто «Лист 1» и все на этом остановилось. В вкладок можно делать бесконечное множество. Это листы, при помощи которых мы потом в дальнейшем будем выводить на печать. Да, кто-то может выносить простецким образом здесь, в пространстве модели, чертить рамку и через нее выводить на печать. Я буду при помощи видовых экранов выводить на лист и лист уже оформлять для печати в PDF. И так будет быстрее, проще и на самом деле это более правильно, чем в пространстве модели рисовать отдельно рамку и что-то еще дополнительное. По умолчанию после создания чертежа он имеет функцию «Чертеж 1». Я могу его переназвать на самом деле, но я этого делать пока не буду. Итак, в правом нижнем углу у нас с вами располагается панель быстрых команд, быстрого доступа, при помощи которого я могу активировать, во-первых, сетку, которую мы с вами еще научимся отключать, привязку по сетке мы с вами тоже научимся отключать. Динамический ввод по умолчанию выключен, я покажу где он располагается. Ортогональное ограничение перемещения курсора, я покажу в чем отличие от ограничения перемещения курсора определенными углами. Всячески возможные привязки и так далее. Мы все это с вами постепенно будем настраивать. Прежде чем мы с вами будем выполнять моделирование, как я уже говорил, мы сначала познакомимся с тем, как нам необходимо настроить программу для дальнейшего моделирования. Итак, в первую очередь, исходя из технического задания, мы будем выбирать свой масштаб чертежа. Это первое, что нужно настроить, иначе потом толщина линий будет некорректно отображаться. Если мы сейчас начертим масштаб один к одному, потом переводим в масштаб, нужно будет заново обновлять пространство модели. Чтобы этого не произошло, во-первых, в зависимости от нашего технического задания, по нормативам можно узнать масштаб того изображения, которое у нас с вами в итоге получится. Я буду чертить чертежи различных планов, то же самое поэтажные разрезки. Кто заглядывал на мой канал, более детально рассматривал, там есть видео для моих студентов, но я пока вас не прошу к нему обращаться, потому что это немного другой уровень, немного даже другой уровень, с которым мы еще с вами постепенно придем, к которому мы с вами будем стеклинуть. В первую очередь, так как я буду базироваться от планов, а конкретно это планы фотошения, там есть два возможных основных масштаба, которые используются, я буду проектировать масштаб один к тому. Выбираем масштаб. В правом нижнем углу у нас есть масштаб чертежа. Его лучше сразу же задать и потом уже выполнять моделирование. Следующие настройки, которые нам необходимо с вами применить, это с чем мы с вами будем работать и с какими элементами. Лучше всего каждый отдельный элемент, конструктивный, либо каждый отдельный элемент модели делать в своем слое. Что означает слой? Грубо говоря, это отдельная привязка линий, типов линий по своему назначению, даже это больше не то, чтобы по назначению, а структурированной градации такой, чтобы можно было их отдельно включать, выключать, активировать, дезактивировать, отключать их для вида, отключать для печати, чтобы можно было как-то отструктурировать свой чертеж. Да, есть такие чертежи, есть умельцы, которые все линии делают в одном слое и вручную настраивают через панель свойств. Я буду каждый отдельный сегмент, каждый отдельный конструктивный элемент делать в отдельном слое, чтобы потом я мог запросто перепроверить самого себя, не удалить то, что мне еще пригодится, потому что если все в одном слое, есть такая вероятность, что потом все придется переделывать с нуля. Чтобы этого не было, я буду работать в каждом отдельном слое. Где располагать этот слой? Во вкладке главной у нас есть функции свойства слоя. По умолчанию в свойствах слоя у нас с вами есть только один слой, в данном случае это нулевой слой. Потом в дальнейшем, когда у нас несколько слоев появится, появится еще слой DevPoints, который программа создаст автоматически. Нулевой слой это системный слой, который создается одновременно вместе с запуском самого программного продукта, ну с запуском самого чертежа. Как создаются слои и какие они имеют настройки? В первую очередь создаются слои в верхнем окошке создания нового слоя. Здесь есть возможность заморозки, удаления, слоя копирования, либо установки слоя. Мы с этим будем постепенно знакомиться. Я сейчас создам примитивизм, один новый слой. Создаю новый слой. Первое обозначение, слой 1, который он производится базово, это сама программа называет, если она на русском языке. Не на русском, она по-другому немножко обозначает все эти слои. Я, как строитель, буду чертежи обозначать, в чертежах слои обозначать по этапам возведения самого объекта. А все начинается на чертеже с обозначением осей, на самом деле. И поэтому я создаю первый слой оси. Оси. Что я могу делать с этим слоем? Есть возможные графические отображения лампочки, солнышко, замочка, принтеры, цветы, еще какие-то обозначения. За что они отвечают? Лампочка – это отключение-выключение слоя на самом пространстве модели. То есть при выводе чертежа на печать он будет отображаться на листе бумаги. Но при работе в самом программном продукте, то есть здесь пространство модели, я покажу на примере, он отображаться просто не будет. Мы его выключаем. Солнышко у нас есть возможность также и заморозки. Мы постепенно с вами будем знакомиться с настройками всех этих слоев. Что не нужно, мы с вами будем замораживать, либо оставлять солнышко светящим. Блокировка слоя – полезная функция, чтобы где-то что-то не напортачить в нашем чертеже. Слои, которые определенно уже сделаны верно, элементы, которые были сделаны в этих слоях верно, мы будем блокировать для дальнейшего изменения. Чтобы случайно что-то не передвинуть, либо случайно что-то не удалить. Я каждый раз буду напоминать, что я делаю. Поэтому не волнуйтесь, если я сейчас рассказываю более-менее коротко, то постепенно мы с вами будем набирать опыт и постепенно с вами будем вместе со мной учиться моделировать. Ну, я-то, образно говоря, умею, а вы будете вместе со мной учиться, потому что я буду рассказывать самые азы от ибо. Дальше, принтерик маленький. Из логики понятно то, что это функция отключения-выключения на печать данного слоя. То есть, можно какие функции применить? Чтобы эта линия отображалась в пространстве модели, но не выводилась на печать. Либо, чтобы эта линия не отображалась в пространстве модели и не выводилась на печать. Тогда спросите, зачем эта линия? А чтобы можно было от нее ввести какой-либо отчет, привязать к ней какой-либо размер, либо просто для построения этой линии, грубо говоря, будет вспомогательной. Следующая функция. Цвет. На самом деле, цветов здесь большое множество. В первой вкладке номера цвета это цвета основные, которые применяются по проекту. Это не цвета, которые в итоге будут выводиться нам на печать. Я покажу настройки монохрома, чтобы можно было отсортировать цвета. Сейчас разноцветные сделаю, радугу, грубо говоря. А в дальнейшем, при настройках монохрома, не все будут черно-белого вида. Принципиально отличие заключается в чем? Если я выбираю цвет из второй вкладки, из всей палитры, либо из альбома цветов, эти цвета даже при настройке монохромной печати, то есть черно-белой, они все равно будут выводиться в цвете. Не нужно выбирать цвета для своего слоя из второй и третьей вкладки. Мы выбираем только из первой. Предположим, оси, и самая распространенная для обозначения осей, слой в программном этом комплексе используется либо красный, самый распространенный красный или зеленый. Я буду использовать красный. Дальше. Тип линии Continuous, то есть непрерывная. Нажму на слово Continuous. У нас есть возможность либо подгрузки каких-либо линий, либо использования линий, которые уже были задействованы в данном программном продукте. Если, мало ли, вы работаете в каком-либо шаблоне, здесь может у вас большом множестве уже различных линий присутствовать, поэтому вы можете воспользоваться одной из них. Я буду подгружать линии и научу вообще, как подгружаются линии, где они располагаются. При грамотной установке программного продукта эти линии у вас в корневой папке системы есть, ну, системы из самого корневой папки программного продукта. Располагаются они и находятся через клавишу Загрузить, и вот они сразу же по умолчанию. Дальше эти линии нужно подбирать относительно нашего масштаба чертежа и ГОСТовского их отображения. Вспоминаем то, что по ГОСТу линия осевая, эта линия тонкая, до этого мы еще дойдем, штрих пунктирная, с длинными штрихами, с толщиной линии АТС, деленная на 3, ДС, деленная на 2, если судить по ГОСТу. Если кто-то уже знаком с ГОСТами, они просто учатся в этой программе поработать, чтобы чисто запроектировать какую-нибудь коробочку. Если судить по ГОСТу, то для масштаба 1 к 100 на самом деле наибольше всего подойдет. АКАД ИСА10В100, штрих пунктирная. Здесь пунктиры смещены, но на самом деле они будут отображаться граммом. Нажму ОК. Я линию эту только подгрузил в саму программу из храневой папки, а сейчас я должен ее выбрать. Подсветить, нажать ОК, либо два раза нажать левой клавишей мыши, как вам удобно. Вес линий. Вес линий это, грубо говоря, толщина той линии, которую вы моделируете, как она будет отображаться в пространстве модели и в бумаге. Бумаги, ну на бумаге. Поэтому здесь нужно смотреть по ГОСТу. По ГОСТу толщина линий варьируется в зависимости от конструктивного назначения данного элемента. Режется этот элемент или не режется пространством разреза, либо плоскостью сечения. И эта линия вспомогательная, либо какая-либо архитектурная, эскизная и так далее. Но я вам могу сказать, что линии осевые, они отображаются тонкими линиями. И для масштаба 1 к стам, чтобы совпадало с ГОСТовским обозначением тонкой линии, это линия S деленная на 3 до S деленная на 2, где S это 0,5, насколько я помню. 0,5 мм. Это наиболее подходящее и попадает в промежуток ГОСТовский. Это 0,25 линия. S деленная на 2. Дальше. Прозрачность мы не трогаем, эти линии остаются у нас с вами непрозрачными. Следующая функция это заморозки на видовом экране. Мы с этим еще будем с вами знакомиться. Чтобы применить новый созданный слой, чтобы мы могли уже начать моделирование, надо два раза нажать левой клавишей мыши по обозначению, по этому прямоугольничку, либо возможность функции установить данного слоя. То есть один раз подсветить, нажать, установить, подсветить, нажать, установить. Можно либо два раза нажимать левой клавишей мыши, либо просто подсветить и установить. И закрываем свойство слоя, если он не нужен. Что я могу видеть? Я сейчас буду формально проектировать тонкую, либо толстую линию. Я запроектирую. Давайте создам еще одну линию, чтобы можно было увидеть у них отличия. Предположим, я создам еще один слой и назову несущие стены, либо просто стены. Чтобы чисто для примера. И поменяю здесь значения какие? Поменяю цвет, чтобы слой отличался. Верну назад тип Continuous. И поставлю эту линию толстой. Эта линия будет у меня для разреза. И в дальнейшем мы с вами будем ее использовать. Я просто, возможно, ее буду пересоздавать, а что-то эти шаблоны я не сохраняю. И выберу этот слой активным. Запроектирую одну линию оси и одной стены. Выбирается слой переключением, либо заходя в свойства слоя и два раза нажимать левой клавишей мыши, либо когда слоев больше одного, на самом деле есть возможность выбрать через выпадающую менюшку. Вот они, как вкладки в браузере, стены, осень. Чтобы не запутаться, опять же, почему я говорил, что лучше использовать цвет, то вот у нас цвет. Вот у нас три пунктирные линии. Вы скажете, они обе тонкие отображаются. Зачем вы нам такое говорите? Сейчас я приближу, чтобы они близко были друг к другу. Вот. Они обе тонкие. Зачем вы нас так учите? Вы же сами задавали толщину линии через диспетчер свойств слоя. А как их отобразить? У нас нужно зайти в панель адаптации. Панель адаптации располагается в правом нижнем углу. Три полосочки таких. Адаптации. И активировать функцию толщины линий. Она у меня уже активна. Вы просто должны поставить там галочку. И нажать на вот эту команду отображения. Скрытие веса линий. То есть вот она толщина линий. По умолчанию все чертится тонкими линиями. Но чтобы увидеть эту разницу, нужно просто эту функцию активировать. Удобно на самом деле чертить тонкими линиями, потом их включать. Привязки удобно работают. Мы еще с вами познакомимся, что такое привязки. Как облегчить себе задачу для моделирования? Если вы опытный владелец автокада, вам на самом деле ни привязка по сетке не нужна, ни сама сетка не нужна. Работать на чисто белом листе. Если вы не опытный пользователь автокада, я научился следующего занятия, как выполнять моделирование при помощи активной привязки. Там можно настроить на самом деле и как по клеточкам в линейке проектировать все эти элементы. Вот обратите внимание, я попал ровно по сетке. И на самом деле там можно настроить шаг привязки и все это выполнять моделирование. Как я построил эти две линии? Во вкладке главной воспользовался функция построения отрезка при выбранном слое. То есть вот я выбираю слой стены, нажимаю отрезок, строю отрезок. Это три отдельно взятых отрезка я построил. Есть возможность создания поли-линий. Мы еще более детально познакомимся, что такое поли-линий. В случае поли-линий это отрезки, замкнутые в цепь, по сути дела. Один, продолжение другого. И можно нарисовать такую достаточно любую форму. Дальше что? Функция выделения. Вот вы скажете, он так бодро выделял у нас элементы и удалял. Есть две возможные функции выделения. Первая. Нажав на левую клавишу мыши, тянув справа верхний угол в левый и нижний зеленую область выделения. Чем она отличается от синей? Вот обратите внимание. Нажал. Один раз нажал. Я не держу клавишу. Вот я просто нажал и опускаю вниз. Зеленая область выделения выделяет элементы, которые хотя бы краешком коснулись этой области выделения. Есть еще синяя область выделения. Она у нас идет с левого верхнего в правый нижний угол. То есть нажимаю один раз левую клавишу мыши в левом верхнем, перетягиваю в правый нижний. Вот и обратите внимание. Вроде бы как выделяю элемент, но он у меня не выделяется. Потому что принципиальное отличие между зеленой областью выделения, это чтобы весь элемент попал в область выделения. То есть если зеленый достаточно только краешком коснуться, синий нужен весь элемент, чтобы он был задействован. Вы скажете, а я нажимаю левую клавишу мыши, а у меня странная какая-то фигура. На самом деле я вам скажу, что вы не нажимаете, а зажимаете левую клавишу мыши. Если зажать, такая же возможная есть функция построения, как и в один раз нажав левую клавишу мыши. То есть вы можете зарисовать какую-либо фигуру, которая уже будет выделять весь элемент конструктивный. Как производится сохранение данного объекта? Большие технические неполадки. Как производится сохранение данного объекта? И вообще сохранение всяческих чертежей по нашей проектной части. Нажав на заглавную буковку А, у нас есть возможность сохранения объекта. Он сохранится в базовой корневой папке, соответствующей с настройками программного комплекса. В большинстве случаев это на диске С, в документах он будет сохраняться. Либо сохранить как и выбрать собственноручно вид, где он будет сохраняться. Также в панели быстрых команд у нас сверху есть, рядом с буквой А, функция сохранить как и опять же дискетка сохранить. Многие уже не видели дискеток и не застали, но на самом деле раньше было такое сохранение и использовалась такая дискетка. Мне мало можно было загрузить какую-либо информацию, но тем не менее это приятные воспоминания. Итак, функция сохранить как мы сохраняем как чертеж, чтобы в дальнейшем можно было его открыть в другой какой-либо проекции. Что у нас возможно дальше? Сохранить как чертеж и необходимо выбрать версию, либо в которой вы работаете, либо в которой вы планируете в дальнейшем работать и продолжать черчение. Может эта версия будет не 18-й, не 20-й версии. Я работаю в 20-й версии и сохраняю ее обычно в ранней версии, чтобы потом уже на любом другом продукте она замечательно открылась. Если я просто сохраню в 20-й версии, а потом постараюсь открыть в 18-й, либо в 10-й, 14-й, меня открыть проект не получится. Выбирать для чертежа необходимы файлы с разрешением на концепт .dbg. Вот. Выбираете путь и выбираете, где вы хотите сохранить. И нажимаете клавишу сохранить, и в итоге ваш объект в дальнейшем уже сохранится. Сегодня мы с вами провели ознакомительное занятие по началу проектирования в программном комплексе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Отмечайте свои, точнее не свои, мои, понравившиеся видео своим царским лайком. Очень приятно. Я понимаю, что нужно дальше продолжать работать. Чем больше, соответственно, лестных отзывов или каких-либо отметок о полезности, тем больше я понимаю, что мне нужно вкладывать свой труд усиленнее в свою работу. И, соответственно, будут появляться новые видео. Также это зависит от подписок. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И, соответственно, заезженная уже, на самом деле, фраза. Ну, поддерживайте канал, как только можете, если вам он интересен. Работа для вас. Спасибо, приходите еще.